Добрый вечер, уважаемые ангарчане! Сегодня в нашей студии Валентин Григорьевич Король, доктор сельскохозяйственной наук, генеральный директор фирмы «Гавриш». Знаменитая фирма, естественно, нам будет о чем сегодня поговорить. Но начнем давайте с больших проблем, что называется, экономических проблем, которые не всегда ясны, но дают представление о том, что делать и здесь, вот внизу, в провинции, нашему сельскохозяйственнику или даже просто дачнику. Ну вот, Валентин Григорьевич, не так давно министр сельского хозяйства Ткачев доложил президенту о том, что в 2017 году будет собран небывалый урожай в истории Российской Федерации. По-моему, назвал цифру 136 миллионов тонн. Ну, цифра впечатляет, да? Но какова структура этого урожая? Если можно, расскажите и дайте какой-то качественный анализ тому урожаю, который вообще Россия в последние годы собирает. Ну, если позволите, два слова об урожае. Второе место среди регионов по урожайности – это Кубань, Краснодарский край. Первое – это Ростовская область. Они больше всех собрали. И когда я позвонил знакомым в Краснодарский край, они сказали, да урожай-то хороший, так цены нет. И так у нас постоянно. Если есть урожай, нет цены. Если нет урожая, то цена хорошая, но как бы мало, так сказать, воловочка маленькая. Ну, а когда мы анализируем этот урожай, вот с моей точки зрения мы, овощеводы, к этому относимся более трепетно. Ну, хотя бы разделить зерновые на группы культур – пшеница, кукуруза, рожь. Я уж не говорю, что тут и рис, и как бы… Ведь можно все получить пшеницей, и есть проблемы с гречкой. Так ведь? Вот. Ну, и второе. Наверное, с зерновыми у нас проще, потому что и селекция своя есть, и очень неплохая селекция по зерновым. И условия, и крупные холдинги. Ведь зерновые выращивают на огромных площадях. По 20-30 гектаров никто не сеет. Это сразу сотни гектаров, а иногда и тысячи гектаров. И здесь, конечно, оказывают влияние и те огромные холдинги, у которых другие немножко возможности. То есть, если говорить об овощах, то здесь уже влияние холдингов столь значительным не должно быть, и просто не может быть. Понятно. Хорошо. Есть, насколько мне известно, и проблема семенного фонда в России. Как вы оцениваете его состояние, его возможности? Мы до сих пор, общаясь между собой, вспоминаем такую компанию, если так можно назвать, в советские годы была Ростсельхоз. Ну, в общем, семеноводческая компания, которая занималась семенами овощных культур по Советскому Союзу. Сегодня, увы, этой компании нет. Ростсельхоз. Какая ситуация с семеноводством и, наверное, с селекцией? Потому что одно с другим связано напрямую. Если есть селекция, должно быть семеноводство. Достаточно неплохая ситуация с семенами овощных, особенно для защищенного грунта, для теплиц. Потому что здесь есть селекция, и несколько компаний работает. Все мы ведем семеноводство, но семеноводство не всегда и не всех культур ведем в России. В мире регионы разделены по возможности для семеноводства. Допустим, Италия. Это семеноводство капусты. Редис. Да, это тоже Италия. Или наш Дагестан. Но томаты, огурцы в Италии никто не делает. Их делают в Юго-Восточной Азии. В России это можно, но очень дорого. В три раза дороже, чем там. Но самое главное, что нет семеноводческих компаний, специализированных, которые в России могут взяться за семеноводство и выдать семена, а не ворох семян, которые потом дорабатывать. А ведь этот ворох семян надо везти дома, дорабатывать у себя на станках. А если из-за рубежа везти ворох семян, так это платить и за транспортировку, и за доработку. А там 30-40% отхода. Это среди овощных культур. Если говорить о зерновых, ну, наиболее благополучные дела у нас с пшеницей, потому что очень неплохая селекция. И, насколько я знаю, многие гибриды пшеницы выращивают и в Канаде. Наших гибридов. Вот. Совсем никакие дела по кукурузе практически. Ну, мы начали селекцию сейчас в Краснодарском крае. Но результатов пока нет и быть не может. Они появятся лет через 7-10 и не раньше. Поэтому вынуждены закупать гибриды. То же самое по сою. Ситуация по сахарной свекле. Практически 100% семян мы завозим. Там есть проблемы и с селекцией, и с семеноводством. Поэтому сегодня мы не можем себя в полной мере обеспечить семенами сами. То есть мы в зависимости. Посадочным материалом, имеется в виду, семенами. С семенами для посева, да? Да. Вот мне вспомнилось, что я совсем недавно читал выступление нашего известного экономиста Кричевского, который как раз сетовал на то, что вот имея такой огромный урожай, мы, к сожалению, вынуждены семенной фонд покупать за рубежом. Это действительно так, да? Хотя я вот как историк в прошлом, помню, изучая историю Сибири и Иркутской области, значит, наша каменская пшеница, каменский совхоз на том берегу Ангары, когда-то до революции весь урожай собирая продавал за границей. Это была высококачественная пшеница, которой мы гордились. Сегодня ее не стало. С тех пор, как поднялось Буратское море, изменился климат здесь, все этой пшеницы не стало. И вот таких, наверное, сортов сегодня очень мало в России. Вы знаете, тут проблема неоднозначна. Если говорить о защищенном грунте, а я специалист именно в этой отрасли, у нас гибрид живет 5, реже 7 лет. И дальше идет его замена, появляются новые. То есть больше у нас не удовлетворяет. В открытом грунте там все-таки дольше гибриды живут, но я говорю не сорта, а гибриды, потому что сегодня весь мир перешел на гибриды. Сегодня практически сортов нет. И сорта смена, она должна идти очень быстро. Мы сегодня живем другой жизнью, быстрой жизнью. И появляется очень много новых болезней и вредителей, которые химическим путем как бы трудно остановить. Нужна селекция на устойчивость, поэтому нужны новые гибриды. Редко, 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 когда гибрид живет 20-30 лет, это вот и в открытом грунте, и в защищенном, это вот должен быть какой-то очень уникальный гибрид с какими-то вот совокупности, с суммой каких-то факторов, которых нет у других. Ну и второй момент, когда мы говорим о гибриде. Мне в Казахстане фермеры сказали, что голландцы, это по овощам, голландцы нас отучили от вкусных овощей. То есть они сегодня не очень съедобные. Это было сказано о сортах, вернее, о гибридах капусты. Ведь капуста сегодня легко хранится до июня следующего года. Но там же одна клетчатка, очень плотные кочаны. То есть шла селекция на сохраняемость и забыли о вкусе. И сегодня приходится возвращаться, делать гибриды вкусные. Но они, конечно, не будут столь долго храниться. Рынок их иногда, так сказать, отторгает. Но что такое сегодняшний рынок наш? Ведь сегодня между потребителем и производителем огромная прослойка оптовиков. А это не есть истина в последней инстанции. Потому что оптовику нужно хорошо сохраняемый товар, а не вкусный. А потребителю нужен товар вкусный, ароматный, полезный. И понимаете, здесь несовпадение интересов, оно ведет к какому-то искажению. Поэтому сегодня многие компании, особенно в овощеводстве, в плодоводстве, они работают как с профессионалами на рынке, так и с любителями. Потому что вот это вкусное и полезное, в первую очередь, востребовано у любителей. Они быстрее на это реагируют, нежели профессионалы. Да, конечно. Валентин Григорьевич, мне известно, что Вы сегодня, приехав в Ангарск, посетили наш теплично-портниковый комбинат. Каковы впечатления? Тем более, что я знаю, Вы когда-то раньше бывали на нем. Есть с чем сравнить, так сказать? Да, думаю, что у меня теперь будет традиция каждые 15 лет быть в Иркутске. Последний раз я был как раз 15 лет назад. Впечатлений, много впечатлений, хорошие. Ну, во-первых, встретил директора старого своего знакомого Колчака Николая Алексеевича. Познакомился с Александром Николаевичем, потому что в прошлый приезд мы с ним не пересекались, хотя он только-только пришел работать на комбинат. За это время он возмужал. Я знаю и слежу за развитием этого комбината, знаю многих специалистов. Мы организовали курсы повышения квалификации еще в 2000-м. И изредка специалисты из этого хозяйства участвуют в этих курсах. Поэтому я немножко ситуацию знаю, но надо было взглянуть своими глазами, оценить, пощупать, посмотреть. То, что я увидел, и я сегодня и Николаю Алексеевичу сказал, и Александру Николаевичу, мне понравилось. Условия у них не самые совершенные, теплицы старенькие, но при этом все, что можно было сделать для растений, они сделали. Ну, и радует то, что у них большой ассортимент томатов, в том числе вкусных, в том числе съедобных. Потому что, ну, чего греха таить, уже есть томаты, не очень съедобные. Они 4-8 недель могут сохраняться, но при этом можно ли их есть, большой вопрос. У них сейчас уже высажены и томаты цветут, и огурцы через неделю начнут плодоносить. Ну, и при этом порадовало, что есть в культуре и уже высажены и баклажаны, и перцы, и салаты, и другие зеленые. То есть полный ассортимент. Это радует, потому что комбинат по нашим меркам не очень большой. И им нельзя выращивать то, что выращивают все остальные. Они в этом плане проиграют конкурентную борьбу. Им надо выращивать какой-то свой эксклюзив, который можно продавать подороже, и на который у них будет свой покупатель. И мне кажется, они это правильно в свое время поняли, нашли нишу на рынке. И, честно говоря, я за них рад, потому что в глазах у них светится огонек. Это хорошо, но, тем не менее, есть там и проблемы. И я знаю, что эти проблемы довольно существенно влияют на объемы урожаев, которые мог бы давать наш комбинат горожанам. Даже приведу вам такой пример. Когда продукция созрела, когда она выходит на ангарский рынок, у любого лотка, откуда продается продукция ангарского тепличного комбината, всегда очередь. Потому что действительно вкусно, как вы заметили, потому что действительно качественно. Но мало. Вот что, на ваш взгляд, нужно сделать для того, чтобы такие комбинаты, что называется, потеснили ту же китайскую продукцию, которая сегодня везде на прилавках в Ангарске? Ну, вопрос понятен, вопрос непростой. Да, собственно, и все другие тепличные комбинаты живут этим же, потому что здесь надо потеснить китайскую продукцию. С недавнего времени опять появилась турецкая продукция. Да, с моей точки зрения, она особо никуда и не уходила. Правда, мини, правда, мини, она все-таки попадала на наш рынок. Я хочу сказать, что в последнее время бываю в Дагестане. Там около 10 тысяч гектаров пленочных обогреваемых теплиц. И все они сориентированы на наш российский рынок. И все-таки транспортная составляющая там двое-трое суток, из Турции там неделя. И самое вкусное они не будут выращивать по той простой причине, что они просто не довезут. Ну, и им это не очень выгодно. Поэтому эта проблема есть у всех. Первое, конечно, чтобы стало больше нашей продукции, это, конечно, надо продолжать строить новые теплицы. Но есть проблема, так сказать, с кредитами. Они и недостаточно длинные. 3-5 лет, а надо бы 7-10 лет, потому что сегодня окупаемость теплиц 10 и больше лет. Один гектар современных теплиц стоит от 150 миллионов рублей. То есть это большие деньги. Но где строить, как не у нас? То есть я считаю, что банки здесь перестраховываются. Вот таким комбинатом я бы давал кредит. Директор работает больше двух десятков лет. Его все знают. Конечно, он отдаст этот кредит. Другая причина. Я всегда говорю, что наши овощи в наших тепличных комбинатах, они по качеству всегда будут лучше китайской продукции, турецкой, дагестанской, ну и иже с ними. По одной простой причине. Первое, это не фермерское хозяйство. Это большие площади. Это гектары и десятки гектаров. То есть на таких площадях проще отрабатывать свою технологию выращивания. Качественную технологию выращивания. Второе. В отличие от фермеров, которые не всегда и не обязательно имеют специальное образование, у нас работают профессиональные агрономы. Я говорил о курсах повышения. То есть кроме того, что они получили аграрное образование, они еще раз в пять лет проходят переподготовку. И проходят переподготовку с лучшими специалистами. Лекции им читают лучшие специалисты, какие сегодня есть в России. И это подразумевает чисто профессиональный подход. Ведь против каждой болезни можно обработать одним препаратом, другим или третьим. Значит, профессионалы выбирают по группе токсичности. Чтобы меньше группа токсичности. Очень часто мы выращиваем томаты, баклажаны, перцы и часть огурцов пчелопыляемых с использованием насекомых опылителей. И если там неправильно сработать в плане защиты растений, то насекомые погибнут. Это не только потеря урожая, это и потеря качества. Чего нет, собственно, у той продукции и у тех фермеров, которые выращивают в пленках за рубежом в южных регионах. Потому что они не используют ни насекомых опылителей, ни шмелей, ни пчел. Потому что огурцы портенокарпики гладкие, им это не нужно. А томаты, они используют регуляторы роста для улучшения плодообразования. Им так проще. И в этом случае можно неконтролируемо применять химические средства защиты. Хотя это дорого, но сохранить урожайность надо. Поэтому это проблема последействия пестицидов. И она есть. И еще одна тема. Мы сегодня в защищенном грунте массово перешли с выращивания на грунтах на выращивание в малобъемной гидропонике. То есть используем вместо матушки земли субстраты. Как правило, это или органического происхождения, это кокосы или кокосовые субстраты. Или неорганического, это минеральная вата, это может быть перлит, другие субстраты. Ну и всегда говорят, вот то, что выращено на земле, вкуснее. Вы знаете, сколько людей, столько мнений, но я считаю, что не всегда вкуснее. Чем отличается гидропоника? Это управляемая технология. В каждый момент мы даем растению то, что ему нужно. Или для повышения урожайности, или для улучшения качества. И регулировать процесс выращивания на гидропонике мы можем, рычагов для этого хватает. На земле не можем. И второй вопрос. На земле мы использовали, и сегодня дачники используют навоз. И говорят, вот на навозе это однозначно хорошо. Не всегда, потому что из навоза в первые годы используется весь азот, все содержание азота. А калий используется в течение трех лет. То есть, когда используете навоз, обязательно надо добавлять минеральные удобрения, дабы сбалансировать элементы питания. Здесь элементы питания минеральной природы, это минеральные удобрения. И они поданы в балансе, сколько нужно в этот период роста или в этот период плодоношения. А растение из любого субстрата, из почвы, оно потребляет катионы и анионы. Что они в навозе, что они в минеральных удобрениях. Поэтому я бы неоднозначно ответил на этот вопрос, что гидропонное выращивание овощей всегда подразумевает худшие качества. Понятно. Валентин Григорьевич, давайте теперь от профессиональных оценок просто перейдем к таким житейским советам в адрес наших многочисленных дачников, которые, я думаю, смотрят сегодня эту передачу. У нас выходит на нашем канале передача «Академия на грядках», ведет которую, как вы знаете, наш народный академик, как мы ее называем, Елена Сергеевна Целютина. И она дает массу всякого рода советов. Но услышать советы от представителя фирмы «Гавриш» – это, я думаю, понравится любому из тех наших дачников, которые занимаются проблемами семян. Отбора семян. Вот что бы вы посоветовали в этом случае нашим дачникам? Ведь семян сегодня на рынке сотни, если не тысячи. Красивые этикетки, красивые конвертики. Что они нам только не обещают, какую такую урожайность не сулят и так далее. Но берешь порой и нулевые всходы. Как отличить сегодня добро от зла, когда выбираешь семена? Это очень тяжелый вопрос, потому что все, что вы сказали, истина. Все так. Честно говоря, и я путаюсь в этом обилии семян овощных культур в их названиях. Ведь в 90-е годы появилось много компаний, которые закупали семена оптом, фасовали в мелкие пакетики для дачников, переименовывали как угодно. И сегодня, конечно, большая путаница. Очень много зарегистрированных. Сейчас уже немножко наводится в этом плане порядок. Многие компании ушли, потому что на этом рынке уже нет тех денег, которые были. И, слава богу, останутся профессиональные компании, которые занимаются селекцией, а не перекупкой и перефасовкой. Считаю, что это важно. Как разобраться? Первое – это покупать испытанные семена. Опробованные. Известные. И второе – нельзя замыкаться только на том, что вы выращивали вчера. Как говорил мой учитель, академик Герман Иванович Тараканов, загляни к соседу в замочную скважину. Что сосед делает? Как выращивает? Потому что дачные участки, они не безразмерные. Вы сами у себя не все можете попробовать. Посмотрите, что один сосед выращивает, что другой сосед выращивает. Когда мы говорим об армии садоводов-любителей, а это действительно армия, огромная армия с огромным потенциалом. Причем я не хотел бы говорить, что эта армия непрофессиональная, что она безликая. Они иногда и профессионалам фору дадут. И в плане урожая, и в плане отношения к растению. В этом плане, конечно, надо всегда понимать, что любители будут ориентироваться не на валовый урожай. Им не надо очень много, им надо качественно. Им надо сегодня для того, чтобы это потреблять, допустим, томат потреблять в свежем виде, нарезав салат. Завтра это в баночку закрыть на зиму. Третий вариант – это чтобы внуки приехали и пощипали в теплице черри томаты или коктейльные томаты. Поэтому тут вариантов много. И если мы говорим о томатах, это самая распространенная культура. Кстати, это культура, потребление которой в мире сегодня продолжает увеличиваться. Так вот, должны быть и красные томаты, и розовые. Сегодня появились черные томаты, и они имеют право на жизнь. Значит, отличаются, да, желтые, оранжевые. То есть, я сейчас назвал по окраске. Томаты можно разделить и по размеру. И есть томаты тысячу и больше граммов один плод. А есть черри томаты – это 18-25 граммов, и не больше. Иначе это уже будут не черри томаты. Вот, это, конечно, и форма. Это есть сливовидные, есть перцевидные. И это и внешне отличает ассортимент. Но это может сказаться и на вкусе. Сегодня популярность нарастает у сливовидных томатов. Ниша на рынке велика. К сожалению, не так быстро растет ниша черри томатов. Коктейльных томатов почти нет. Не принимает наш рынок или почти не принимает кистевые. Ну, в магазинах это называется томаты на ветке. То есть они присутствуют, но не пользуются большим спросом. Если на Западе эта ниша большая, то у нас она небольшая. И с годами она как-то не увеличивается в размере. Но я думаю, что это вопрос времени. Потому что плоды, созревшие на растении, они всегда должны быть вкуснее, нежели те, которые мы с вами дозариваем. Поэтому я считаю так, компании, которые занимаются селекцией, они, конечно, в основном делают гибриды для профессионального рынка. Но не все востребовано профессионалами. Есть какие-то вещи очень достойные. Но по каким-то причинам, не востребованные на профессиональном рынке, они идут к садоводам-любителям. Хотя садоводов-любителей, наверное, тоже можно разделить. У нас сегодня есть любительская фасовка и есть профессиональная фасовка. Если мы говорим об огурцах-томатах, то это тысячу штук, это три тысячи штук. То есть это большая фасовка. И для садоводов это неудобно, очень неудобно. Но мы сегодня стали фасовать и по сто штук, стали фасовать и по пятьдесят штук. То есть есть прослойка, это не садоводы-любители на шести сотках, это садоводы на пятнадцати, двадцати, тридцати сотках, иногда больше. Поэтому вот эта фасовка, я думаю, частично снимает проблемы вот этой армии, так сказать, садоводов, потому что им доступны в данном случае семена в профессиональной упаковке. Как правило, семена в профессиональной упаковке дольше хранятся. Их дольше можно хранить. То есть пакет для этого приспособлен. Понятно. Валентин Григорьевич, вы так скромно умолчали о том, что семена фирмы Гавриш – это самые лучшие семена. Но я это знаю и так, поскольку беру только ваши семена и знаю, что качество этих семян, оно, что называется, почти стопроцентное. Я хочу поблагодарить вас от имени нашей телекомпании за время, которое вы нашли для нас, приехали на это интервью. И, конечно, благодарю вас от имени всех ангарских садоводов, которые посмотрели сегодняшнюю передачу. Спасибо, Александр Ильич. Спасибо и вам успехов. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok